Приветствую вас, и как, наверное, вы сами понимаете, что если любить старшую младшего сына больше, чем старшую дочь, то с этим на самом деле ничего не поделать. То есть, сердце не прикажешь, и любить, как бы, не заставить себя любить больше старшую дочь, чем младшего сына, да? Никак. Если вам сын ближе, то стоит тут поделать. Ну, другое дело, если это имеет психологическую основу, да, то есть, если, например, у вас были проблемы в отношениях, например, с папой, вот, и как-то вот с этим связано. То есть, вы любите своего младшего сына больше, что это можно разобрать, и тогда любить вы его, возможно, станете меньше. Ну, то есть, меньше любить, в прямом смысле слова, вы его не перестанете, а вот как-то, ну, как-то вот прибавится, я бы сказал, у вас какого-то такого, знаете, ну, прибавится объективности, прибавится какой-то больше здравомыслия будет в отношении и к дочери, и к сыну, вот. То есть, на вот мой взгляд, если это имеет какую-то психологическую основу, то с этим можно и нужно работать, вот. И, соответственно, только через работу можно будет уже, как-то вот ситуацию немножечко подкорректировать. Если же проблем никаких у вас нет с родителями, да, и с мужем, с мужем тоже, если никаких проблем нет, то тогда, я думаю, что действительно ничего здесь не поделаешь, собственно, не приказ, и все, что вы можете сделать, это не показывать ни дочери, ни сыну, что вы кого-то любите больше, и обычно в таких случаях, ну, как правило, рекомендуется младшего сына отдавать старшей дочери, чтобы именно она делала для него то, что нужно, вот. То есть, чтобы она чувствовала ответственность свою за него, чтобы понимала, что это не просто блачь, ну, естественно, в разумных пределах, да, чтобы это не, ну, не приходило определенной границы, вот. И, соответственно, уже вот как-то налаживать, значит, значит, именно контакт между детьми, вот. Но, естественно, показывать, что вы любите больше кого-то, ни в коем случае нельзя. Это травмирует ребенка, это травмирует дочь, и, соответственно, у нее будут проблемы. Вот, то вполне возможно, что у вас сложности именно с восприятием дочери, а не, ну, не сына, а дочери проблемы. Вот, ну и, соответственно, если так, то с этим тоже нужно разбираться. С этим тоже нужно работать, то есть смотреть, как у вас дела обстоят именно вот с восприятием детей, восприятием дочери, вот, не видите ли вы в ней, там, например, конкурента или что-то, ну, что-то вроде этого, вот. То есть тут на самом деле страшно ничего, но лучше было бы, если бы вы в этом отдавали себе отсчет, вот. И очень хорошо было бы, если вы четко осознавали то, что это происходит. Опять же, ну, для того, чтобы иметь возможность этим управлять, вот. Но если отвечать на ваш вопрос прямо, именно прямо отвечать на ваш вопрос, то я думаю, что работать над собой и смотреть, по какой причине дочь вы любите меньше, чем своего сына. То есть сын для вас, он ближе, чем-то, да? Вот, ну и, соответственно, нужно понять, чем. То есть если выяснится, если по итогу выяснится, что вы просто, ну вот, ну так вот так получилось, да? Что вот сын полюбился больше. Если вот такая история будет, то это, с этим ничего не поделать. Вот, но если за этим что-то скрывается, а есть большая вероятность того, что за этим что-то скрывается, то, естественно, с этим нужно работать. Вот, опять же, вам с этим нужно работать даже, даже для себя. То есть чтобы равномерно распределять свою энергию между детьми, вот. А ни в коем случае не повторяйте вот этих вот, знаете, таких сериальных, в кавычках, стереотипов, да, шаблонов, когда, значит, я тебя люблю, я от тебя отдаляюсь, вот эта вся история, этого ни в коем случае сделать не надо. Вот, потому что, ну, в этом ничего хорошего абсолютно нет. Вот, ну, нужно просто стремиться к балансу, чтобы поделять одно от другого. Вот, и всё, по сути. То есть и, как бы, любить сына, да, и любить дочь. Вот, что-то вы, в принципе, можете это сделать, ну, вначале, да, что это значит. Любить, значит, допустим, дочь вы больше не станете, вот, на чувственном уровне. Вот, но ведь любовь это не всегда только чувственный уровень, понимаете? Вот, любовь это ещё и принять, да, и вот принять, на мой взгляд, свою дочь вы можете. То есть поставьте себе цель принимать её такой, какая она есть. Вот, я полагаю, что дочь вас возблагодарит и даже не заметит, что у вас к ней меньше любви, чем к сыну. Вот. То есть, основная проблема какая? В том, что ребёнка ругают, вот, вот, того, кого не любят. А этого делать нельзя, категорически. Потому что, ну, вот, это очень больно влияет на человека. Тем более на девочку, которая, в общем-то, ориентируется на вас, которая хочет быть такой же, как вы. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Ну, вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Кстати говоря, ну, неплохо было бы повзаимодействовать на эту тему с отцом, да? Вот. То есть, ну, допустим, чтобы отец был ближе к дочери, то есть, чтобы он старался проводить больше времени с ней, да? Вот. Именно с дочерью он, чтобы он старался проводить время. Вот. А вы тогда, соответственно, уже с сыном, да? То есть, ну, чтобы не было обидно. Вот. Ну, то есть, все это, конечно, нужно... Все это нужно прорабатывать. Вот. То есть, нужна стратегия поведения. Вот. То есть, это все вот то, что я сказал, да? Это все, это, по сути, это... Ам... Одно, что... Как бы... Предположение... Столько. Вот. Не более того. На самом деле. Значит. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего доброго и удачи.